Всем привет! Меня зовут Силия, я рада видеть вас на своем канале. В этом видео хочу рассказать вам почему и как я делаю заготовки еды на несколько дней. А перед этим давайте я познакомлю вас с Натали. Она делает сочные видео на YouTube о правильном питании, зло в спорте, путешествиях. Так что, если вам это интересно, я оставляю ссылочку внизу, проходите на ее канал. А теперь, собственно, наша тема. В последнее время я заметила, что я как-то ленюсь готовить. Знаете, мне все так же нравится придумать какие-то новые рецепты, вытворять на кухне. Но вот именно батрачить, стоять у плиты как-то поднадоело. И вот этот вот милпред, то есть заготовки еды на несколько дней здорово выручает. Потому что за ограниченное количество времени можно приготовить кучу разных блюд, а потом наслаждаться ими в течение нескольких дней. И еще, так как я сейчас тренируюсь, мне нужно питаться более чем правильно, чтобы достичь качественного тела. А я заметила, что когда у меня нет готовой еды, я чаще всего готовлю овсянку, и мы кушаем ее салатом. Не овсянку, простите, гречку. Либо же мы заказываем какую-то далеко не самую полезную еду из ресторана. Поэтому, да, это были основные причины. Для тех, кто недавно на моем канале или же не знает, я придерживаюсь растительного питания, то есть веганства. Я не люблю слово веган, но проще употребить этот термин, чем долго объяснять, что к чему. И да, я придерживаюсь растительного питания не потому, что это модно, я хочу быть в тренде, как я уже ранее говорила в своих видео. А потому, что у меня были высыпания, у меня были ужасные высыпания на лице и спине. И знаете, именно вот это вот растительное питание помогло мне от них избавиться. В этом видео я об этом рассказываю подробнее. Если вам интересно, кликайте на него, также ссылочка будет внизу в инфобоксе. Ну вот, собственно, давайте перейдем к информации, скажем так, я вам покажу, что к чему. И да, покажу также пару трюков, которые я делаю с овощами и разными другими продуктами, чтобы в течение недели, скажем так, поменьше напрягаться. Если вам это интересно, поехали! И вы не поверите, но свои заготовки еды я начинаю с того, что наношу на руки крем. Да, это такие мини-спа процедуры на дому. Вроде бы занимаешься домашними делами, но и одновременно увлажняешь ручки. И защищаешь маникюр. Я буду нарезать брокколи и цветную капусту для заморозки. Нарезаю на произвольные кусочки. Кстати, брокколи у меня уже помытые. А потом я их расфасую по таким вот интересным пакетикам с застежкой. Эти пакетики очень удобные, в любое время можно открыть, достать сколько тебе нужно, закрыть и поставить обратно в морозилку. Кочерижки я тоже использую, очищаю их от огрубевших частей и вот так вот нарезаю. И они получаются довольно-таки вкусными, выкидывать не стоит точно. Вот что у нас получилось. То же самое делаю из цветной капусты, она у меня уже помытая. Нарезаю произвольными кусочками и отправляю в пакет. Вуаля! Готово! Самое время замочить фасоль на ночь. Это я сделала за день до основного видео. Просто залила воду 1 кг фасоли и несколько раз меняла воду. Будем готовить сейчас мы с вами чечевичную запеканку. Для этого нам понадобится 1 стакан красной чечевецы, который нужно хорошенько промыть и залить 2-3 стаканами воды. Вы уже смотрите, чтобы она была такой хорошенько разварившейся. Теперь нам понадобится еще одна кастрюлька, в которой мы будем готовить наш гарнир и это красный рис. Тоже сразу готовлю 1 стакан, мою и заливаю 3 стаканами воды и отправляю на плиту. И вот такая вот картина получается. На заднем плане у меня скипит фасоль под крышкой. Впереди красный рис и чечевица. Рис нужно перемешать. Вот он закипел, я убавляю огонь, накрываю крышкой. А чечевицу накрывать крышкой не буду, потому что она пенится и может выкипеть. Моя чечевица готова, я пересыпаю ее в удобную для мешания посуду. Нарезаю кинзу и отправляю к чечевице. Теперь нам нужно нарезать лук. Нарезайте произвольно, мы все равно будем его обжаривать. Морковь натираем на крупной терке. И не забываем про чеснок. Двух зубчиков будет достаточно. Самое время для того, чтобы сделать зажарку. В разогретое масло, у меня его там совсем чуть-чуть, 1 столовая ложка, я отправляю лук, чеснок и морковь, перемешиваю. И конечно же добавляю свои любимые приправы. Это у меня перец чили, звера и кориандр. Перемешиваю и довожу до готовности. Отправляю зажарку к чечевице. Солю. И пересыпаю в посуду для выпекания. У меня она стеклянная. Очень удобно, кстати. Все утрамбовываю и сверху поливаю оливковым маслом. Это я делаю для того, чтобы получилась румяная корочка. Но если вы не хотите, то можете и не добавлять масла. На вкусе это особо не отражается. Все, отправляем в духовку при высоком градусе Цельсия на 30 минут. С помощью такой нехитрой конструкции я отделяю отвар от зернышек, от бобов. Из отвара я буду готовить супчик. Переливаю его в кастрюльку. Выжимаю туда одну дольку чеснока. Никогда не дружила с чеснокодавильницами. Солю. И у меня здесь приправа для бобовых от iHerb. Да, заказывала давно. Приправа такая приятная, с кислинкой. Отправляю томат в этой маленькой баночке. И где-то 2-3 столовых ложки. Я ее давным-давно купила на пробу. Вот она у меня уже лежала и решила пустить ее в расход. Горсть бобовых. Бобов. Фасоль. Горсть фасоли. И на плиту. А теперь из другой части фасоли я буду готовить фасолевый паштет. Добавляю к нему аджику. Она такая остренькая. Но я люблю поострее, как вы уже наверное заметили. Выжимаю одну дольку чеснока. Добавляю приправу хмели-сунели. И немного оливкового масла, чтобы паштет не получился сухим. Перемешиваю все с помощью блендера. У меня получается такое вот пюре. Пересыпаю его в более удобную посуду. И отправляю в холодильник. Она может храниться 4-5 дней спокойно. Правда, она настолько не выдерживает. Оставшуюся фасоль я раскладываю по двум пакетам. То есть разделяю на две части. И закидываю в мараилку. В любое время у меня уже есть готовая фасоль. Это очень удобно. Вы не поверите, но в мои заготовки еды входит также очищение граната. Потому что я добавляю его по утрам в овсянку. А каждый раз стоять и чистить реально неудобно. Тем более очищенные зернышки довольно таки хорошо хранятся несколько дней. Гранат я надрезаю на несколько частей. Отрезаю верхушку. Делаю несколько надрезов. И вот так вот его очищаю. Ничего сложного. Тем временем наша запеканка готова. Посмотрите, какая она красивая, яркая, солнечная. И аромат у нее просто восхитительный. Ребят, попробуйте обязательно. Это очень вкусно. Откладываем ее подальше. И сейчас будем готовить последнее наше блюдо. Это овощное рагу. Пытаюсь раздавить чеснок, но мне это не получается. Поэтому я в итоге его нарезаю. Морковь нарезаю кружочками. И вот эти вот яркие оранжевые, желто-оранжевые кружочки. Это тыква. Ее тоже нарезаю кубиками. Не надо сильно мельчить, потому что она разварится. Вот такого размера кубики подойдут идеально. Нарезаю также чеснок, точнее лук. На разогретую сковородку отправляю немножко масла. Что-то много масла у меня получилось в этих рецептах. Ну да. Вот. К маслу добавляю чеснок и лук. Немного перемешиваю. И приправа эта у меня, как вы уже, наверное, догадались. Красный перец, зира и кориандр. Точнее, перец чили. Когда лук уже практически готов, добавляю к нему тыкву, морковь и красный перец. Перемешиваю и готовлю на открытом огне, то есть под открытой крышкой, без крышки одним словом где-то 5 минут. Да, не забываю посолить. Теперь можно добавить брокколи и цветную капусту. Снова все хорошенько перемешиваю и накрываю крышкой на 20 минут. И вот такая вот красота в итоге получилась. Фасолевый суп, он такой наваристый, ароматный. Я его очень люблю. Кстати, и фасолевого супа, и рагу получилось намного больше. Просто я не стала выкладывать перед вами кастрюльки, а так разделила, рассыпала их сразу на тарелки. Тем более мы сейчас будем ужинать. Цвета рагу мне очень нравятся, но большинство я горжусь вот этой запеканкой, потому что она вкусно просто восхитительная. Фасолевый паштет. И вот там вот на заднем плане у меня красный рис. Это все, что получилось из одного стакана. Хватит где-то на два дня. Кстати, нас двое. Готовлю я для двоих, и муж обедает мне дома. Зернышки граната для овсянки тоже. Расходу их за два-три дня. На этом все, ребята. Видео заканчивается. Мне очень нравилось его снимать. И да, в съемке заняли много времени, но каждая минута доставляла удовольствие. Я очень надеюсь, что оно вам тоже понравилось, и вы поддержите меня пальчиками вверх. Также подпишитесь на мой канал. Также я жду в комментариях ваши отзывы, приложения, пожелания насчет этого видео, насчет последующих видео. Давайте общаться, дружите. До скорых встреч!